Не грудь! Не, не грудь это! Саня! Все-таки встряли. Ну, плохой результат. Это то, что ты себе оставил, да? Это плохой. А зато пошире не... Человек, ляжь. Слышишь? Зато не сдует 100%. Что надо было тогда, когда ты трогался, блин? Кэмэл Трофи продолжение. Рыбалка начинается с автопробега. Не грудь! Не, не грудь это! Саня! Все, стой! Я почищу еще! Саня не вращается, да? Ну, прогрузилась немножко и все. Не, 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 ага, и тут уже не вращается. Нет, они за пицарки сань. Привет, друзья! Ну, вы на канале Классная рыбалка с Алексом. В общем, классная рыбалка у нас началась интересно. Три с половиной километра ночью проехал по полю. Ехал к друзьям, которые рыбу ловят. В общем, все-таки встряли. Приняли волевое решение оставить машину. Ну, пешкарус на тут метров 800. Так, чтобы у тебя на связи. Ловля карася не загорала. Ну, неплохой результат. Это то, что ты себе оставил, да? Да, я все говорю, я многолупил. Нормально. Да нормально, хватит. Привет, друзья! В общем, мы на рыбалке. Добрались, слегка застряли. Ну, в общем, неожиданно достаточно прошелся ночью дождь. Мы находимся сейчас... Я сейчас нахожусь на границе с Россией. И связь тут ультраплохая. То есть, для людей практически невозможно дозвониться. Соответственно, ребята просто дозвониться до меня вечером не смогли. И я пока ехал сюда, пробирался, застрял, слегка застрял в поле. Ну, как-то вытолкали, как-то помогли. Но все равно, так или иначе, машину пришлось оставить где-то в полукилометре от пруда. Ну, и, в общем, мы сейчас на рыбалке. В всей... Короче, находимся вот здесь. Глубина ловли поплавочными удочками где-то будет в районе где-то сантиметров 70, не больше. То есть, вот такая глубина. Я думаю, запросить ее поплавочки. Цель моя карась, ловля карася на поплавочную удочку. Из прикормки использовал специальный комбикорм. Гранулированный. Вот такое вот, вот такое ерунда. Ну, доставать не буду, я думаю, вы видели. Ну, пелец, как его еще называют. Ну, в общем, гранулированный комбикорм для рыбки. С добавлением, по-моему, конопли. Как бы так. Сейчас одну удочку я прикормил, но заброшу. Сначала начну ловить на поплавочке. Ну, впоследствии, может быть, добавлю фидер. Посмотрим. Буду ловить на червя. Говорят, клюет на червя и опарыша. Как бы так. Так что оставайтесь на связи, будет интересно. Друзья, для карася на фидер, я ловлю на фидер. Я буду использовать, ну, в принципе, эту прикормку вы уже видели. Суть вопроса следующая. Это два вида жмыха с добавлением гороха, запаренного гороха. И здесь же добавлено этот самый, пшенка, некоторое количество пшенки и ячневые, по-моему, крупы. Сверху вот это желтое, то, что вы видите, это сухарь. Кондитерский сухарь. Для запаха, для вкуса. Ну, это больше для фидера. Фидерная прикормка будет. Вот такой вот добром. Короче, суть вопроса в следующем. Пока тут занялся фидером, закормил ближнюю дистанцию. В принципе, уже три карасика поймал. Сейчас буду, сейчас занимаюсь фидером, хочу фидером еще попробовать. Далеко не бросаю фидер. Где-то метров 20-25 от берега. Ну, 25. Порядка такого. Но карась берет неплохо. Вот, кстати, поклевочки идет. Поклевка, поклевка. Ну, такие. Далеко не крупные. Но берут в целом интенсивно. Такие ладошечные грамм до ста, наверное. На червя берет карасик. Берет хорошо. Опарыша не хочет. Жеваный червя, рваный червя. Ну, в общем, берет. Ребята, реально некогда забросить фидер. Минутся 10. Шесть карасей. Вон, сейчас увидит очередной. Некогда забросить фидер. Погода отвратительная. Ну, карасю нравится. Вот, сейчас забросил. Лучше смотреть. Ну, я тут уже помехло. Сейчас смотрим выпук. Ах, шесть. О, 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 уже, 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 уже. Вот, вот, пожалуйста. Такой некрупный ладошечный карасин, как с пулемета. Камеру пока выключать не буду, потому что сейчас сами увидите все. Отлично. Сейчас все увидите сами. Интенсивность. Это миленький. Такой, вот, бутусик. Уже, кстати, по-моему, похоже на поклевку. Кофе он не успел попить. На сопли, на обрывки, то есть, плюет ответственно. Ответственно. Оп. О, это повело, повело, повело. Опа. Кстати, на то уже плюет. А, смотри. Это. Лев бешеный, просто бешеный. Прикормка работает великолепно. Карась в восторге. Ну, видите, что происходит, да? То есть, напрягаться не надо. Тупо. Наверное, фидер сейчас уберу. Чтоб пока не мешал. Отложу его, поставлю в стороне. Пока буду ловочками ловить. Сумасшедший просто брет нереально. Видите? Короче, нереально жорко рыся идет. С утра было затище у меня, у Валеры, поклевки. То есть, он поймал, 5 или 6 карасей. А я тут в данный момент, не знаю, там за 15 минут, за 20 минут. Ну, два десятка точно. Как бы, клевок просто шикарнейший. Единственное, что, конечно, он не крупный. То есть, он такой ладошечный. Но тут есть и хорошие караси. Я здесь ловлю второй раз. Один раз зимой ловил. Карась здесь не плюет. Кстати, зимой не попадался. Зимой ничего не попадалось. Был замор, низкий уровень кислорода в воде. Соответственно, у нас даже живец вдох мы здесь поставили втроем. Я, Ера, Валера, выставили тут жерлицы почти по всему пруду. Ни одной сработки не было. Очень низкий уровень кислорода был. Ну, сейчас клевок хороший. Слышишь, что у тебя там в закатушке? А ну, да, глянь. Как-то по лаку. А зато пожареет человек ляжет. Слышишь? Зато не сдует 100%. Нормально. Вот это так надо ставить, если что на Азове. При любом ветре ее сдует. Раками, да, разве что? Так, давай, наверное, не мешать. Берегом было 80 сантиметров, да? Да, 80 градусов. Да, ну, нет. Не, ну, сверху вообще теплое. Карась от достоинства? Да, он теплый, реально. Карась от достоинства. Ну, вчера тепло было, да? Да. Тепло вчера было? Вечером начался такой парус. Там прошло. В 2 часа ночи, градусов 4 было тепло. Пар, наверное, уже шел не только со рта, как я понимаю, да? Очень, конечно. Слышишь, а GPS-а там нет? Принтересно. Нет. Что-то очень зафиксировал. Мы не ходили здесь, но ты не помнишь. Там, по-моему, везде, посередине, в районе трюк. Так, надо пойти удочкой предоставить, а не уже в камышах, не пусть. Да я такой холос, пацан, я ел. У тебя тоже ферментированная кухня? Валера, она, нет? Ну, я смотрю, что раки полезли на берег. О, карпа рыгачка началась. Половина весит куда-то в ручьи, то есть в том направлении, другая, а другу еще, да? Слышишь, Валер, я думаю, что твою кукурузу хорошо можно использовать против комаров. Что ты думаешь? Жменьку разбросал вокруг лагеря? Такой уже, уже зачетный карасик. Долго заглатывал. На, шметки. Красиво. 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 Ну, такие экземпляры хорошие попадаются. Тупо на шметке, то есть. Ну, мелкий заработок. Экстрактор можно достать. Ну, хотя не так вот. Вот такой вот коробчонок. Его отпустим сразу, не будем сажать там садки и так далее. Я думаю, что косине на этом пруду он будет совершенно спокойно килограммового размера. Такое брать не стоит. Ну, видите, круглый. О, хорошо пошел. О, просто хорошенький. Очень резво. Такой стандартный размер. Он взял резво. Это уже хороший, ребят. Такой грамм. 300 товарищей. Хотя нет, наверное, грамм 200. Ну, ничего. Отлично, карась. Отлично. Вот так. И весь подберем. На фидер. Одна поклевка, наверное. Да, одного карася вытянул на фидер. Берет на червя. На этого. На как его? На опарыша не берет. Ни на мелкого, ни на крупного, ни на какого. Опа. Видели? Заброс под камыш. Ну, такой хороший. Это сразу. Хороший товарищ, но перепутался. Я не отцепился. Красавец. Бойки. 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 Насаживаешь целого червяка вертлявого. В течение буквально 3-4 минут идет поклевка. Но дело в том, что вчера была Пасха. Магазины не работали. Рыболовная. И у меня фактически червяк с понедельника. С рыбалки. Ну, короче, не с понедельника. Да, с понедельника. Я его понедельник еще, по-моему, покупал. А точнее, что я? С Днепра, по-моему. Это уже неделя или полторы. Поэтому вчера приходится экономить. Ну, что происходит? Ах, блин. Смотрите. Только забросил. Такое себе безобразие. Пошел, 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 пошел. Опа. С момента заброса проходит там несколько минут. Карасик, конечно, бывает тут разный. Тут, на самом деле, достаточно много крупного карася. Ну, есть информация, что крупный карась сейчас на нерестях. Ну, как бы ему время нереститься. Ну, а мелкий, соответственно, клюет. Короче, друзья, сейчас 11 часов. Было принято решение прекращать рыбалку. Надо отсюда выбираться. Поскольку, как бы, дорога совсем, совсем полный хлам. Хоть немножко и подсыхает, но незначительно. Просто появилась информация, что, возможно, ну, как отлично, гидромедцентр немножко, что-то где-то как-то ошибся. Вчера еще здесь, точнее, не показывали. Сегодня уже показывают, что может быть потенциально сильный дождь. Поэтому было принято решение сейчас собираться и пытаться отсюда выйти. Ну, ребята на микроавтобусе. Как-то микроавтобус выпал, там они, может быть, ну, тут вот этот сложный достаточно участок с подъемом. Ну, и дальше там затяжной подъем. Вот чем мы будем выбираться. На рыбалке побыли 4 часа. Карася полагали. Карася клевал отлично. То есть подъемки там каждые 3-3 минуты. Вот так вот. Короче, сколько надо уже поймать. Теперь главное, теперь с рыбалки ворваться. Ха-ха-ха. То есть что так? И экстремальные поездки. Это великолепный поездки. Да, это великолепный поездки. Ха-ха-ха. Друзья, дабал капана шахар там сухой. Существует саду наружу, с тобой надеву. Домашин кашу и черево. Существует. Ну, думаю, это и бел результат. Да, я дмитя сейчас. Килограмма три из половины не развязанных часах. Нормальный показ. Так что ставьте класс и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Здесь все равно застройки. Сейчас сразу же. Наверное, весь ветер как-то. А тут было веселее всего. Все. Все. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok